приветствую вас друзья сегодня мы будем рассматривать рисунок в иконе а точнее несколько способов нанесения рисунка ручной автоматизированный что-то из ретро ну и конечно что-то из современного ну что же друзья приступим так вариант первый для этого нам необходима таблетка а4 уголь художественный нож канцелярский какая-то посудинка кисть в данном случае белича круглая тройка и вода оставляем все нужное с помощью ножа я очень очень мелко как бы наскребаю необходимое количество угля которое нужно будет для работы дальше взяв кисть и добавив ее тоже необходимое количество в посудинку разбавляю уголек получается очень так лисировочно то есть достаточно много воды и очень мало угля и я начинаю намечать горку вернее приступаю к стадии поиска рисунка как можно увидеть в правом верхнем углу экрана передо мной находится фрагмент из иконы воскрешения лазаря это 15 век икона находится в новгородском государственном объединенном музее заповедники не буду вас утомлять как бы и включил таймлапс ускоренный режим и вы можете видеть как идет процесс поиска здесь я по своему художественному ощущению используя свой глазомер намечаю массы еще вот эти массы еще характер и в целом работаю над поиском рисунка стоит сказать что здесь я не буду рассказывать все детали процесса поиска отдельно сделаю полноценное видео с комментариями но это видео будет доступно только для учащихся которые решили обучаться у меня дистанционно там я более детально остановлюсь на подходе как искать все эти массы какие законы применяются во время поиска на что следует обратить особое внимание и этот рисунок у нас будет основой для курса горка где мы полностью попробуем разобрать этот фрагмент горок от начала до конца то есть пройдем с вами все этапы и рисунок и роз крыш будем работать со светом также опись и притинки напомню что записаться на курс дистанционного обучения достаточно просто вся необходимая информация будет в описании к этому видео также хочется заметить что на все про все вот то что вы видели в режиме таймлапса было потрачено около 20 минут времени рисунок горок по первому варианту то бишь вручную до конца я не доводил так как в этом видео процесс поиска несет только ознакомительный характер соответственно еще надо уточнять детализировать и доводить рисунок до конца вариант 2 нам необходимо перевести готовое изображение то есть здесь мы минимизируем свои силы и просто берем готовое будем переводить изображение готовое на свою основу так я сделал копию на принтере хочу заметить что пропорции данного фрагмента они соответствуют пропорциям моего экрана на ноутбуке то есть это full hd разрешение вот и для перевода нам снова необходим будет карандаш нож канцелярский и какая-то емкость для того чтобы сам карандаш хорошо подготовить для этого то есть имеется ввиду обнажить максимально грифель для того чтобы мы его могли использовать по назначению и таким образом перевернув копию этого фрагмента я грифелем карандаша на тыльной стороне рисунка закрашиваю всю плоскость листа в данном случае я использую очень дешевый карандаш непонятная тут вот маркировка 2 равно hb но можно использовать и классический вариант б далее я сделал небольшую паузу и задумался посмотрев на это черно-белое изображение здесь меня смутило то что я могу упустить какие-то линии при наличии стольких деталей и элементов согласитесь совсем другое дело когда перед тобой просто прорезь а как сделать такую прорезь сейчас мы попробуем рассмотреть для этого я беру свой любимый планшет предварительно скачав изображение на облачное хранилище я в специальной программе достаю это изображение подгоняю под эти размеры размеры моего экрана на ноутбуке для того чтобы изображение адекватно отображало все пропорции высоту и ширину и таким образом начинаю просто рисовать своим пером по верху изображения такой прием мне дает очень качественный рисунок прорези и нет никаких отвлекающих меня деталей я буду при переводе я буду сосредоточен только на одной линии что даст мне возможность не ошибиться и повторить весь рисунок без потери также я решил вас не утомлять длиной всего видео и включил ускоренный режим и хочется заметить что таким образом можно перевести любое изображение по вашему желанию стоит отметить что на данный момент это такая новая услуга почему-то еще никто из иконописцев такого не делает поэтому если кому интересно чтобы долго не искать не возиться с рисунком пожалуйста можно обращаться ко мне высылать исходник который вам необходим обсудив детали можно будет таковое сделать у меня уже было несколько заказов людям это интересно далее эту готовую прорезь я экспортирую на облачное хранилище и оттуда достаю готовый файл для последующей печати сейчас мы видим как выходит готовое изображение прорези вот что у нас получается согласитесь в сравнении с полноценным изображением чем работать с таким намного интереснее проще и приятнее и повторяю те же самые действия какие я делал с полноценным изображением черно-белым то есть натираю грифелем тыльную сторону листа прорези ну вот собственно я сейчас буду переводить у меня получился гибрид то есть прорезь плюс копировальная бумага я буду его фиксировать на бумаге конечно это все делается на вашей основе то есть это может быть или таблетка или может быть иконная доска но в данном случае в учебных целях я просто взял и сделал похожее на листики бумаги сейчас я перевожу рисунок то есть за счет давления грифеля на лист оригинала эта физика передается на чистый лист получается как копирка то есть натертый на тыльной стороне листа грифель он у нас играет роль копирки и таким образом получается такой вот рисунок на чистом листе или на вашей будущей основе его здесь практически не видно но поверьте он там есть сейчас я беру инструменты которые необходимы для рисунка линии это кисть колонок я взял тоненькую достаточно двоечку воду естественно и тушь черную тушь отлив немножко сколько необходимо для работы прямо в крышечку банки сейчас я буду тушью повторять рисунок переведенный с помощью листа прорези этот прием с тушью очень хорош потому что этот контур рисунка он будет просвечивать под пигментами и таким образом мы будем четко видеть границы рисунка при работе с красочным слоем так как вы можете наблюдать за процессом работы с тушью на листике таким же образом я бы делал и на заливкашенной основе почему еще раз напомню почему этот прием необходим это своего рода даже обезопасывание себя поскольку в случае если у нас с красочным слоем пойдет что-то не так что-то не получится и придется весь красочный слой счищать до основания до левкаса то при этом рисунок наведенный тушью он останется будет читабельным и не повредится от механических воздействий какого-то инструмента или же это скальпли медицинские или обыкновенные лезвия для бритья здесь мне подумалось хорошо бы сравнить рисунок который я вывел на принтер и рисунок тот который я искал вручную вот вы можете видеть насколько отличается рисунок конечно с точностью машины и компьютера невозможно спорить но с другой стороны надо и свой глазомер развивать и трудиться над собой также друзья хотелось еще привести пример перевода рисунка в припорах это когда по контуру рисунка делаются очень много дырочек и через дырочки пигментом сухим часто охрой красной просто берут притамповывают пигментом и пигмент проходя сквозь эти дырочки оседает на основе что служит для отображения контура рисунка фотографии здесь переводится по книге секреты иконописца которую выпустила иконописная мастерская Екатерины Ильинской в 2011 году как по мне так этот метод довольно таки устаревший поскольку в то время когда выпал пик развития упоминаемой мастерской еще не было так развита оргтехника и не были такими дешевыми принтеры как сейчас и соответственно данный метод нанесения рисунка неприемлем ввиду своей трудоемкости что является невыгодно для самого иконописца Вариант четвертый из современного так это сразу что может прийти на ум конечно же использование современных технологий в частности проектора сегодня этот гаджет или девайс или техническое устройство настолько стало популярным и достаточно оптимальным по цене что в принципе становится все доступнее и доступнее на рынке поэтому использование такого инструмента тоже составляет определенный интерес но стоит понимать что это дополнительные расходы также стоит помнить что этим устройством еще необходимо научиться пользоваться связки с вашим ноутбуком или компьютером необходимы еще дополнительные приспособления типа три ноги кроме этого самое главное что необходимо учитывать что поверхность должна быть при нанесении рисунка строго перпендикулярная относительно луча, света, проектора таким образом вам надо будет как-то приноровиться чтобы саму поверхность куда вы будете наносить рисунок стояла именно таким образом то есть перпендикулярно да и еще попадала в фокусное расстояние технических параметров вашего аппарата ну что же друзья давайте подытожим так на скидку мне подумалось составить такую таблицу относительно рассмотренных вариантов четырех и у меня вот получились такие вот направления качеств которыми обладает тот или иной вариант это творчество польза художественная для самого иконописца удовольствие скорость масштаб повторное использование и зависимость как мы видим из таблицы большими достоинствами обладает первый вариант как ни странно это ручной тут конечно и творчество преобладает так как вам все надо делать самим при этом вы получаете огромнейшую пользу исходя из того что развивается ваш глазомер то есть ваш самый главный аппарат художника не атрофируется а постоянно находится в напряжении при этом вы испытаете естественно обыкновенное удовольствие которое присуще каждому художнику некого труда когда уже что-то получается конечно любой труд не только художественный любой труд он радует человека скорость конечно там минус масштаб конечно все зависит от вашей задачи повторное использование конечно это единожды делается все вручную но и зависимость понятно вы ни от чего не зависимы только от своих личных знаний вариант второй как мы видим немножко противоположный первому так как пользы никакой не несет развитие художеств художнику но при этом скорость большая можно менять масштаб какой хочешь да и повторно использовать пожалуйста сколько раз необходимо самое большое количество недостатков у третьего варианта потому что это очень трудоемкое даже и вот думал как там можно менять масштаб и это представляется невозможным потому что делается копия один в один масштаб и это не всегда работает заказчиком и наконец вариант четвертый тут как мы видим что-то похожее со вторым вариантом но я бы еще дополнил что немножко этот вариант бьет по карману и очень много у вас зависимости появляется от электроэнергии от дополнительных разных приспособлений от модели самого аппарата ну и естественно умение им пользоваться вашей технической эрудицией но на этом друзья я думаю все я думаю мне удалось хоть несколько раскрыть тему рисунка в иконописи пожалуйста если вам понравилось обязательно поставьте палец вверх оставьте какой-то отзыв что мне понравилось что понравилось что можно было сделать еще лучше мне всегда это очень интересно где-то я возможно если ошибся конечно пожалуйста подмечайте пишите в следующий раз я буду более внимателен спасибо вам большое за просмотр ну и до следующих встреч пока пока в следующих как и 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 Продолжение следует... Продолжение следует...